Были ли какие-то особые переживания, как будто пробуждения или какие-то чудеса произошли в жизни из-за практикования? Ну вот, когда мы говорим про чудеса, пробуждения, озарения, мы вызываем какой-то мгновенный результат. Раз, какое-то чудо, и воды раступились, и еще что-то. Такого у меня не было, я к такому, честно говоря, никогда не стремился. Для меня чудом является то, что происходило на протяжении многих лет. Постепенное, какое-то, еле заметное, но изменение в образе мышления, в образе самой жизни. Не только питание, не только движение. Это все сферы жизни. И потихоньку, потихоньку, шаг за шагом меняется, и как бы сам этого даже не замечаешь. Но иногда, встречая там одноклассников, которых давным-давно не видел, ты вдруг понимаешь, как много дало тебе не только йога, а вообще вот этот вот навеянный, скажем так, восточными традициями взгляд на жизнь, подход к жизни. Это, в первую очередь, для меня, это образ мысли, который делает твою жизнь более целостной, более гармоничной, говоря простым, с вами более счастливой. Это отсутствие каких-то зависимостей, привычек, которыми сейчас, к сожалению, страдает, не знаю, если не каждый второй, так, каждый третий, так точно, по крайней мере, моего поколения. Это отношения с людьми, и семейными, и с друзьями. Ну, и, конечно, здоровье, отсутствие необходимости быть знакомым с лекарствами, с врачами, и с какими-то таблетками, да, если так очень просто. Для меня это чудо. Все, по тонким энергиям. Вы как-то почувствовали в себе тонкие энергии, в своей жизни или практике, которые нельзя доказать, но в которых, в принципе, они есть в тебе? Для меня вопрос доказательности неоднозначный, потому что я прекрасно понимаю, что с такой классической научной точки зрения вряд ли это доказывается. Но в каждой древней практике, то есть я занимаюсь массажами и занимаюсь различными методиками по восстановлению человеческого здоровья, и каждый день ты с этим сталкиваешься. Любой человек, придя с болью на сеанс к человеку, практикующему эти вещи, он может убедиться сам на себе, насколько это работает. Поэтому для меня это вещи вполне доказуемые, субъективно доказуемые. И это вещи абсолютно реально существующие, это вещи, с которыми, как Вы правильно видите, работаешь каждый день, с многими людьми. И не был бы массаж, не были бы эти процедуры настолько эффективны, если бы не существовали какие-то тонкие вещи. Другое дело, насколько сознательно человек может ими владеть, может ими пользоваться. Вот это уже приходит с опытом, это приходит с сознанием, и каждый человек уже использует в той сфере, которая для него наиболее актуальна. Потому что для меня актуально работать с другими людьми, для кого-то актуально работать с собой, с какими-то ментальными, эмоциональными, физическими моментами. Спасибо. 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 Спасибо.